Приветствую вас, мои дорогие друзья, уважаемые зрители, уважаемые подписчики. Если вы слышите меня, значит вы настроились на волну игрового канала The On Game. И я предлагаю посмотреть новенькое видео по игровым симуляторам ОМСИ-2. Сегодня у нас на обзоре будет автобус PAS 32054, рестайлинговая версия. Это, ребят, настоящий портотип. Поэтому те, кто живет в Якутске, возможно, вам будет знакома эта модель автобуса именно в таком вот исполнении. Огромное спасибо Алексею Алексееву, владельцу группы PAS на заказ, что он предоставил сделать возможность обзор на вот эту вот модельку, на вот этот вот классный автобус. На номерах у нас красуется 14 регион, это республика Саха, Якутия. Если я ничего не перепутал, то это должно звучать именно, ребят, у нас вот так. Автобус у нас имеет в комплектации своей бензиновый двигатель, газобаллонное оборудование. В общем, все как положено для сурового климата, потому что если не посмотрел сегодня погода в Якутске, у меня обещают плюс 12. В Якутске сейчас минус 12, да, там еще холодно. И поэтому нужны вот такие вот теплые бензиновые пазики. Мне многие писали в прошлой серии про автобус PAS, что ну не бывает таких заколхоженных пазиков с тонировками на окнах. Ребят, я честно вам признаюсь, я тоже редко видел такие автобусы, но Алексей мне предоставил реальную фотографию вот этого автобуса с реальными табличками. Я здесь видоизменил, поставил 135 маршрут, здесь оставил все в оригинале, здесь ничего не менял, лишь только на передней маске есть незначительные изменения. Алексей писал фотографию, действительно, один в один просто сделал автобус, вот как было прототипом. Вот, так что приглашаю, ребят, вас всех на борт, давайте смотреть, давайте знакомиться, что тут есть. Очень удобно, очень комфортно, современный руль у нас. Единственное, наверное, из недостатков вот эта вот шторка. Мне хочется, чтобы немножко побольше можно было бы оттянуть, потому что левое зеркало заднего вида я практически, ну не вижу его. Давайте посмотрим, какие плюшки у нас здесь лежат. Есть у нас также еще дополнительная оплетка вот такая на руль современная. Механическая коробка передач, естественно, и такая вот рукоятка у нас очень довольно-таки классная. Но здесь сразу дополнительный кожух у нас появляется вот на моторный отсек. Естественно, этот знаменитый мишка, пас на заказ. Я считаю, что мишка это, знаете, такой символ России, ну и символ Якутии. Вот пускай вот и этой группы пас на заказ тоже будет символом являться вот этот вот замечательный косолапый мишка. Салон у нас преобразился, действительно, очень красиво. Автобус, я смотрю, сделан под городской лад. Трехрядное расположение пассажирских мест. Я думаю, вместимость этого пазика очень-очень хорошая. Давайте, ребят, я, наверное, питание тоже подам, чтобы мы могли бы и двери с вами открыть. Вот, но в целом дальше салон такой же, как и у паза. Так, ключи, может, свет, как у стандартной его версии, скажем так. То есть люки, функционал имеется. Здесь, наверное, не знаю, третий люк должен быть или нет. Можно было еще и баллоны на крыше запихнуть. Но хотя здесь, скорее всего, этот автомобильный газ пропан, да, то здесь были пазики вот завода нишлеметановые. То есть там немножко другой газ, природный. Давайте побродим по салону, посмотрим, что у нас здесь. Ох ты, сколько всякой информации. В общем, можете поставить на паузу, почитать. Я, ребята, зачитывать не буду. Проезд 40 рублей. Мне, ребята, писали в комментариях, что в некоторых регионах России проезды стоят и подешевле. Вот наш, кстати, маршрут. Ну, в принципе, находимся мы на карте Чистогорск. Но в Якутии вот бегает автобус по вот этому маршруту. Газпром-залог. Вот так называется схема маршрута номер 4. Вот так это все у нас произносится. Так, а чего, кстати, вот здесь так закрыто? Наверное, место кондуктора может какое-то. Хотя зачем кондуктор? Здесь, по-моему, в этом автобусе электронная система оплаты за проезд. Сейчас мы, кстати, с вами включим еще терминал. Не все я тут сделал. Запустим двигатель. Двигатель с полуоборота заводится. Терминал включается, по-моему, вот таким вот образом. Сейчас переместимся мы снова с вами в салон, где у нас терминал. Вот, 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 бесконтактная. Оплата проезда. Приложить карту. То есть карты можно оплатить в пазике. Ребята, у меня в современном автобусе Scania. Я не могу так оплатить у нас кондуктора. Не знаю, хотя я как-то у кондукторов интересовался. У нас будет такая возможность оплаты там карточкой за проезд. Планируется, кто это будет контролировать. В общем, ответы такие какие-то невразумительные звучат. В общем, ну, как есть. Но в пазике можно спокойно заплатить карты. Меня вот это, конечно, удивляет и поражает. Так, дальше. Что мы еще с вами можем сделать, чтобы... Вот, по-моему, подсветка ног включается. Ребята, темное время суток, ну, вообще, просто конфетка. Ну, просто изумительно смотрится. Сейчас я включу ближний свет фар. Подсветка приборов. Давайте рулю берем, ребят. Ну, красота. То есть, спидометр у нас зелененький. Дальше такое все. В неонных, фиолетовых тонах. Очень и очень приятно это смотрится. Ну, и здесь схема маршрута. То есть, на телефоне такой вот навигатор здесь предусмотрен. А вот это, кстати, по-моему, дальний свет. Да, если не ошибаюсь. Также было это реализовано и в автомобилях ГАЗ-53. То есть, ну, в принципе, автобусы ПАЗ тоже создавались на шассе автомобилей ГАЗ-53. Там дальше уже обновление шло. Но вот эта схема переключения, она осталась такой, как и есть. В общем, все реализовано, все сделано. Сейчас давайте переведем наш автобус на работу на ГАЗе. Сейчас в карбюраторе догорит бензин. Загорится желтая лампочка. Слушайте, ну, баллон как-то у нас пустоватый. А что по бензину у нас? По бензину полбака. Ну, я думаю, слушайте, на ГАЗе, наверное, мы встанем, ребят. Ладно, как есть, пускай будет как есть. Оставляем это, думаю, что топлива нам хватит. Ну, ребят, красавчик. Напоминаю, что это настоящий портотип. Так что, ребята из Якутска, пожалуйста, подключайтесь к этому видео. И пишите комментарии с подтверждениями, что вы катались на вот этом вот замечательном автобусе. Ну, а для меня в очередной раз кайф прокатиться на пазике. Потому что многие скучали по этим автобусам. А сегодня у нас такая рестайлинговая версия. Я как автор обозвал его, назвал его Facelift Pass Facelift. Вот такая вот версия. Включаем направление маршрутов. Денте Тура высадка. И следуем мы с вами до центральной площади. Так, наверное, все-таки надо мне назад будет сдать. Я думаю, что здесь еще утеплитель должен быть. И с утеплителем вообще будет реально смотреться этот пазик. Да, вот такую фотку мне прислал Алексей. Вот именно такая вот фотография. Ну, круто. На самом деле, реальный портотип очень-очень мне нравится. И салон просто комфортный у этого автобуса. Ну, а у нас уже на Чистогорской области... Слушайте, даже табличка анимирована, она шатается. Ребят, на Чистогорской области у нас здесь уже такая конкретная весна. Как-то на второй передаче двигатель так серьезно раскручивается. Звуки действительно очень и очень приятные. Так, ну пассажиры будете вы к нам заходить или нет? А, пассажиры пока заходить не будут. Маршруты я не прописал, ребят. Ну вот, маршруты прописал. И сразу появился у нас народ. И, кстати, довольно-таки очень много людей появилось. Но еще, по-моему, не все. Еще пару минуток у нас есть до отправления. То есть, можем еще покрасоваться, ребят. Мы с вами на остановке. Ну вот, очередная порция пассажиров-то забегает в наш автобус. Можем закрывать двери. Характерный хруст и пазик отправляется наш в рейс. Что-то я не понимаю, чего у нас с двигателем. Как-то он уж очень так раскручивает. И потом потихонечку автобус начинает набирать скорость. Либо со сцеплением, что-то такое немножко непонятное. Но впереди у нас вот такая проселочная грунтовая дорога. Как раз-таки по зубам нашему пазику. Четырехступенчатая коробка передач, как и положено в бензиновой версии. Здесь такое ощущение, как будто бы конечное какая-то. Зря мы, наверное, сюда заехали. Но ладно, ничего мы от этого не потеряем. Хотя, вроде бы, в путевом листе такая остановка у нас значится, имеется. И пассажирка, кстати, имеется. Так что, по-моему, полный порядок. Ах, капризная попалась. Наверное, поближе хочешь, чтобы мы подъехали. Угу. Вот такие они здесь все, капризные пассажиры-то. Какой-то очень такой длинный ход у сцепления здесь. Хоть здесь я автоматически выжим, но... Немножечко хотелось бы подрегулировать. Хотя, может, знаете, на реальной версии тоже там сцепление изношено, ребят. Тут, в принципе, все в отсечку уходит тахометр. Чуть-чуть газ скидываешь, и снова автобус нормально начинает набирать ход. Звуки кайф. Просто кайфовые звуки, ребят. И так же, так в город направо. И так же приятно вот слышать, когда автобус чуть-чуть стоит. Вот работает двигатель на холостых. Слышно, как стравливается давление. Ну, чтобы избытка в системе не было, чтобы шланги бы никакие не порвало бы у нас. Все-таки здесь пневматическая система тормозов. Так, что-то пассажиры начинают нас критиковать, откроют также и вторую дверь. Но почему-то заходят они лишь только в первую. Либо с первой надо попробовать трогаться, я со второй трогаюсь. Ну, хотя, когда автобус не загружен, позволяется трогаться со второй передачи. Почему-то солонное зеркало как-то так растянулось, либо оно такое было. Наконец-то в Чистогорске я хоть нашел такие более ушатанные дороги на 135 маршруте. Надо все-таки понял немножко систему переключения здесь. Газ надо немножко сбрасывать. И тогда полный порядок. Переключается довольно-таки все очень четко. Здесь знак какой-то, остановка есть она или нету. Такой карман за деревьями вообще не видно. Даже камера видеонаблюдения имеется в пазике, ребят. Вообще прикольно. Я не знаю, это в частных руках такие автобусы находятся, либо это автопарк какой-то есть. Ну, такой пазик заколхоженный автобус. Ну, просто заглядеть. Ну, первая передача, вот это был хруст. Все-таки с первой лучше трогаться я буду. Здесь как раз-таки уклон еще такой. И смотрю, хруст присутствует на первых двух передачах. Дальше коробка вроде бы четко переключается. Давай, родненький тяни, что-то он вообще на третьей не тянет. Ну, вот, преодолел подъем, стало полегче немного. Ну, и все, наверное, заканчивается. Плохая дорога, чуть-чуть покайфовали. И дальше уже вот по такой хорошей двухполосной дороге покатим на пазике. Да, третья, четвертая. Смотрю, здесь, видимо, синхронизаторы не разбиты. Все довольно-таки четко включается, без какого-либо хруста. Но, честно, я хочу сказать, вот настройка двигателя, настройка всего. Вот чувствуется, что автобус подушатанный немножко. Поведавший жизнь, но, несмотря на его внешний вид, выглядит он по-современному, освежен. Но все-таки, вот, в сервис бы я его загнал бы. Ну, как я здесь четко так разогнался. Да, пассажиры неохотно будут идти к нам. Конечно, они вообще не будут идти. Вот это хруст. Сейчас я попробую поближе подъехать. Вот так встанем. Здесь, кстати, тоже как-то не очень удобно. В плане того, я не знаю, тут... То ли обочина такая, то ли выглядит как тротуар какой-то. Не очень кайфово взглянуть на эту обочину. Решетниково. По-моему, так называется населённый пункт. Вот, развилка немножко непонятная. 135. Сюда поворачивает. Такой маршрут чисто по дачам, каким-то езжем, по таким небольшим населённым пунктам. Но в летний период самое то. Большой популярностью пользуются такие маршруты. У нас тоже уже начинают ходить вот дачные маршруты, которые обычно в зимний период не ходят. Где-то и увеличивают рейсы автобусов. Вот в весенний этот период, в весенний-летний. Рано на третью переключился. Как бы не заглохнуть. Да, коробка такая интересная немножко. Не то, что коробка, а сцепление. Нужно немножко приловчиться к нему. Наверное, всё-таки это моя ошибка, что я этот автобус не потестировал, а сразу... Ну, я понимаю, что модель хорошая. Но к сцеплению надо немножко привыкнуть тут. Я так понимаю, снова на большую дорогу будем возвращаться. Ну, что за безобразие? Нельзя нормально ехать? Тут лучше повнимательнее быть немножко. Так, да, всё правильно. А тут дорога какая-то, смотрю, чуть ли... Деревенья на дороге со мной растут. Придётся по встречке ехать, чтобы окраску на автобусе-то не царапать. Деревенья на дороге со мной растут. Не назвал бы, ребят, эту коробку для автобуса городской. Вот чисто для пригорода она подходит, потому что на трассу выехал, переключился, и всё можно спокойно как-то так. В городе, в городской черте, особенно когда на каждой остановке старт-тап, стоп-старт, то есть светофоры, вот это всё... это было бы довольно-таки очень сложновато. Но такие вот реалии, ребята. И здесь я чувствую действительно себя водителем за рулём пазика, вот которому нужно приловчиться, найти свой, так сказать, подход. В правую полосу перестроятся. И тут почему-то чувствуется, что действительно тут больше 70, и как-то не хочется его разгонять. Тормоза тоже нужно привыкнуть к ним. Вроде бы они есть, но схватывают в самом конце. Мне вот интересно, звуки действительно тоже вот с вот этого реального прототипа вот этого автобуса достались вот этой модели. Или же автор уже сделал какие-то свои звуки, такой свой набросок. Отделка салона тоже супер. Очень комфортно всё сделано. Нет никаких этих бабушкиных ковров. Такое, знаете, уже что-то современное лежит. Вот всё как положено. То есть водитель тут на капоте на моторном отсеке прям может обелечивать пассажиров, принимать сдачу, выдавать билеты. То есть выдавать сдачу, принимать деньги за проезд. Так будет правильнее сказать. То есть всё здесь организовано, сделано очень культурно и аккуратно. Что-то пассажир, я так понимаю, наверное, на следующей остановке остановится. Маршрут по времени, ребят, я смотрю, занимает около 25 минут. Но это в зависимости, как ехать. Быстро, медленно. Напоминаю, что, по-моему, в прошлый рейс мы катались с вами по карте Чистогорска. Я там на пазике сотню почти выжимал. И только-только, ребят. Даже на две минуты опоздал. Тормаживаться, конечно, лучше заранее. Ну вот, приловчился к тормозам. Тут что-то на остановке перезагораживает. Загораживает наш обзор. Перекрывает нам всё. Вот первую передачу ты понимаешь, что включил. Вторую тоже, вот третью уже не понимаешь. Никакого звука вообще нет. Нам на четвёртую сразу переключаться. Какая-то третья вообще, она корявая. Передача провальная. Ладно, будем радоваться, что вообще не выбивает у нас ничего. Едем нормально. Вот четвёртая как бы всё сразу начинает тянуть. Всё хорошо. Интересный экземпляр. Такого паза мне ещё не попадалось. Вот с такой настройкой, с такой коробкой. Ну, с четырёхступенчатой. А вот именно что, вот такая вот настройка и такое вот переключение. Как ты оплачиваешь? А, это, кстати, по-моему, терминал. Говорит, карта оплачена. То есть, проезды, смотрю, карты оплачивают у нас. Очень качественные звуки, когда съезжаешь с асфальта, грунтовку, обочину тоже всё дребезжать начинает. Очень приятно сделано. Так, а что у нас там по правому зерклу? По правому, конечно, всё супер у нас сделано. Вот левая обзора вообще никакого, ничего я не вижу. Субтитры делал DimaTorzok Как-то не знаю В этом месте Перегружен остановками наш маршрут Оплатил Вот еще кто-то карты проезда платил Я думаю, кто там бумнит А это терминал наш Разговаривает с пассажирами Тормоза скрипят Хоть к солидолам их смаршу Но тогда тормозить ничего не будет Здорово Давай Включим Ну, в принципе, если так смотреть Ракурс камеры поставить Ну, это, поверьте, не очень удобно Так голову крутить Сейчас четко все переключилось Переключилось Интересная коробка За своей жизнью что-то в ней живет Ну, по крайней мере, едем Пассажиров везем Пассажиров очень много Я даже боюсь встал он смотреть Ну, по топливу тоже вроде все в порядке Вроде бы газ у нас еще имеется Ничего там не моргает Никакие индикаторы Просто красный горит И все И начинается у нас, я так понимаю Какая-то очередная городская черта Хотя знака Что в город какой-то въехали не было По 135 маршруту мы следуем с вами Остальные прямо Здесь 141 и 134 были По 135 И вот немножко угол обзора Только увеличил Где-то на 8 градусов И очень приятно, что расписание Попадает в поле зрения Улица Белинского Остальные Очередная развязка Сильно разгоняться не будем Остальные прямо Я так понимаю, что мы скорее всего в Чистогорске находимся Либо в другом каком-то городе А, Шалыгин, кстати, получается Автостанция Шалыгин Скорее всего, что это и есть Шалыгин, ребята, у нас Хотя здесь, в принципе, города друг на друга Немножко похожи Можно с Чистогорском даже перепутать Особенно, что Многие городки-то у нас подросли Кафе, оплачено И смотри, что-то как-то пассажиры У нас особо не садятся Либо автобус переполнен Да, скорее всего, что автобус переполнен Потому что вот Пару человек вышло И лишь только тогда зашел Субтитры делал DimaTorzok Да, что-то совсем Что-то совсем шалит сцепление у нас В 135-й Сейчас будет поворот налево Водитель, откройте дверь Да, пожалуйста, открывай я вам дверь Никого и насильно не держу Улица Горная Здесь еще сразу с остановки Нам налево поворачивать Так, конкретно остановку Проскочил Ну, очень хорошо автобус просто ехал тут Звук есть, но правда Из пассажиров никто не выходит Но мы попадаем с вами В спальный район Города Шалыгин Очень круто организованы парковки Машин очень много в дворах стоит И места, кстати, свободные есть Что тоже очень приятно Вообще светофора не видно Здесь, по-моему Нет, отдельной стрелочки нету для нас Со стороны пассажира смотреть Ах, тут табличка закрывает Маршрут-оказатель все закрывает Ну вот, ребят, добрались мы до центральной площади Конечная высадка 135 маршрут Насыщенный, очень интересный маршрут Очень классная моделька Так что, ребят, подписывайтесь на группу Пасс на заказ Слушайте, как здесь шумит Это люди, словно народ Топочет Вот если к площади подойти Такие звуки дополнительные Круто Очень классная акустика Так что подписывайтесь, ребят, на группу Пасс на заказ Ссылочку, естественно, я оставлю в описании Следите за обновлениями Следите за новыми модами Ну и также не забывайте проявлять свою активность Пишите комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь на канал Всем спасибо Всем пока И до скорых встреч